Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Так вот, когда я уже выбрал. Выбор, понят-таки, как я уже говорил, я решил ему помочь. Потому что, ну, не делая бросать хоть черный отступник, хоть человек в беде. Да и к тому же, он просто служащий, просто обычный вояка. Да и к тому же, Лиан точно таким же воякой станет. Я уверен, ему может такой поступок, хоть попытка помочь, может воздастся, как говорится. А вот. Вот такой милосердный путь. Конечно, как говорится, на войне чаще всего такие милосердные кончают плохо, но прецеденты те же самые. Перемирие новогодние тоже почему? Как пример. Ну, ладно, не знаю, есть ли у них такое. Надеюсь, вам понравится. Приятного вам просмотра. Сейчас в верхнем углу, в верхнем правом углу и подсказка выйдет из своей предыдущей серии. Поглядите ее. Но мы вперед, продолжаем наш прохожий день. Я сел на корточке возле отступника и тронул его за плечо. Спаси. Помоги. Он хрипел. Страх сковал мышцы. Надо найти рану? Где у вас болит? Живот. Я смотрел его живот и нашел маленькую дыру в одежде. Пуля прошла на вылет, осталась в теле. Что же делать? Я приложил к раннюю платок. Глаза отступника забегали из стороны в сторону. Он беззвучно открывал рот. Я крикнул, чтобы было силы. Сэм! Друзья разом обернулись, а потом побежали ко мне. Платок почернел, и по моим пальцам потекли текучие струйки чужой крови. Зачем я ему помогаю? Он же демон, убийца, нечисть. Я не понимал, что со мной происходит. Это называется человечность. Отступник злой, я их ненавижу, но... Это так похоже на человека. Может, он что-то срасскажет взамен на спасение жизни. Друзья подбежали ко мне. София принесла увесистый камень. Наверняка она хочет опустить его на голову отступника, которого я вроде как пытался спасти. Стой, не делай этого, он не напал, он не нападал на меня. София с подозрением причурилась, а потом неуверенно отбросила. Камень не вернулась и вернулась ко мне с упрекой. Что ты делаешь, Леон? Ты с ума сошел? Зачем связался с ним? Так надо, он может рассказать секреты отступников. Он заразный, а ты весь в какой-то чертовщине. Это нефть, это кровь отступников. Я имею ввиду, что она ядовитая. Сомневаюсь, скоро мы узнаем, правда ли пишут в учебниках. Хочешь рискнуть Леоном? Даже не думай. Мы не рискуем, с ним все будет в порядке. От раздражения я на секунду зажму лица. Эй, хватит, нам надо что-то делать, он же умирает, а вы тратите время на препирательство. Ва, что делать? Сэм нахмурился. Надо поспешить. Том, сбегай за мешком, положим его туда. Куда ты собрался его тащить? В крепость, больше некуда. Тащить это отродье к дому Леона? Что скажет его отец? Как они будут жить рядом с этим? Ничего страшного, я не против. Ах, ты не против. София, мы уже все решили. Если ты не хочешь в этом участвовать, то хотя бы не мешай. Я впервые слышал настолько холодный голос Сэм. Ты хоть понимаешь, что произойдет, если кто-то обнаружит рядом с домом Лена, черного отступника? Это укрывательство, нас расстреляют. Мы будем осторожны. О какой осторожности ты говоришь? Мы уже не осторожны. Отступник тихо простонал. Том, в мастерской отца есть парочка больших мешков. Беги сюда, беги сейчас. От испуга Том съежился. Не смей, Том. Поспеши. Ага, бегу. Том сорвался с места. Бедный Том. Мальчик на бегушку просто. Блин, такой мягкий и странноватый. Ну, блин, с рано милый паренек. Но, честно говоря, опять, как я повторял, мне интереснее всего наблюдать за нашими друзьями из лагеря черных отступников. Да куда интереснее там, чем вот эта ситуация, я не знаю. Может быть, я просто не проникаюсь интересным сюжетом. И слишком привязался к повествованию отступников, и оно более мне нравится. Ну, такие уже дела. Он был самым быстрым среди нас. Совсем скоро должен будет вернуться. София закрыла лицо ладони. Почему вы против меня? Я не хочу, чтобы мы ввязывались в неприятность. Сэм погладил ее по голове. Этим движением он мог успокоить, наверное, вообще любого человека. В мире война, и мы ее участники. Наш долг помочь стране. Помочь стране. Вы хотите ее спасти, а не убить. Вы хотите его спасти, а не убить. Это же предательство. Да, мы хотим его спасти, но не просто так. Он может рассказать что-то секретное, а мы передадим эту информацию твоей маме. София утерла кончик носа кулаком. Она явно была не согласна с нашим мнением, но больше спорить не стала. Через некоторое время со свернутым в рулон мешком и связкой бинтов вернулся Том. Я кое-как перевязал отступника. Сэм порывался помочь, но и отказался. Вдруг тоже измажется в крови. Выглядел отступник совсем неважно. То и дело терял сознание и хрипел. Изо рта тонким ручейком текла черная кровь. Иногда он ей давился, а потом выхаркивал целый сгусток мерзкой субстанции. Я боялся, что враг не протянет долго. Вместе с Сэмом мы засунули его в мешок. София все больше хмурилась. Это очень плохая идея. Я промолчал. Сэм тоже. Мы с Сэмом тащили черного отступника вдвоем. Это оказалось непросто. Вот крупными каплями струился по лицу, груди и спине. По дороге парочка любопытных поинтересовалась, что лежит в мешке. Мы отделались шутливым ответом, мол, внутри гнилые овощи, которыми с нами поделились родственники. Вопрошающие, наверное, не поверили, но расспрашивать не стали. Мы положили отступника в дальнюю часть крепости. Раны больше не кровоточили. Отступник лежал спокоен. Его полуоткрытые веки казались тяжелыми, словно вот-вот навсегда закроют глаза будущего покойника. Он жив? Сэм проверил дыхание. Вроде дышит. Может, он хочет пить? Том сбегал за водой. Сэм прислонил кувш к губам отступника и начал осторожно его поить. Хадыг врага рывками двигался вверх и вниз. Твой папа Леон, твой папа Леона спросил, чем мы занимаемся. Что ты ответил? Строим крепость. Он попросил не работать до темна. Я помедлился следующим вопросом. Как он? Он улыбался и лепил горшки. Сказал, что сегодня очень хорошая погода. Видимо, лечение мисс Розенберг ему помогает. Я тоже так подумал. Так хорошо, что он поправляется. Том обнял меня и я потрепал его по голове. София сидела рядом на земле, отдельно от меня с Томом и Сэмом. Она притянула к груди колени и крепко обхватила их руками. Я знал, что ей по-прежнему не нравилась наша затея. Отступник закряхтел. Идите сюда. Кажется, он хочет что-то сказать. Мы склонились над врагом. Кто вы? А вы... Взгляд отступника неторопливо изучал наши лица. Дети. Обычные человеческие дети. Мы втроем переглянулись. Каждый из нас молча спрашивал другого. Что у него спросить? Я умираю. Может, перед смертью вы хотите покаяться? Я... Зачем? Чтобы попасть в рай. Отступник криво рассмеялся, словно закашлялся. Скажите, почему вы поддерживаете идеологию черных отступников? Вы считаете, что поступили правильно, выбрав ту сторону? Какая разница? Давай лучше спросим об их планах. Сэм отмахнулся. Мне стало обидно. И я ошибался. Я мечтал о новом мире. О новых ценностях. Кхе-кхе. Война затянулась. А наша идеология в самом деле пошла к черту. Что это значит? И я не в силах изменить мир. Наш генерал... Фридман Шмидт хочет большего. Его идеи не так просты. И идеалы... Что? Ах... Отступник замолчал. Эй, ты еще не все сказал. Сэм схватил его за плечи и осторожно потряс. Отступник снова закашлялся. Из его рта вырвался... Вырвался сгусток черной крови. Что тебе... Что в тебе изменилось? Чем ты отличаешься от нас? Я впервые видел Сэма таким воспудораженным. Поэтому осторожно схватил его за предплечи и потянул на себя. Но он оттернул руку и отпихнул меня. Я могу чувствовать, могу любить, грустить, радоваться, бояться. Но внутри я другой. Не знаю, с чем отличаюсь от вас, ребятки. Разве что глупостью. Нет, должно быть что-то другое. Я могу умереть, а могу выжить. Но последнего я не хочу. Помогите мне... Мне больно умирать. О чем он говорит? Может, бредит? Я ничего не понимаю. Что задумал ваш генерал? Кхе-кхе. Он хочет помочь миру, полностью истребив человечество. Отступник умолк. Сэм снова потряс его, но ничего не произошло. Глава врага откинулась и безвольно покачивалась в тагодвижение тела. Подожди. Типа это война на уничтожение, на истребление? Одна сторона должна истрепить другую? Блин, я думал, черные отступники и эти староверы просто воюют друг с другом, потому что, ну, не хотят друг друга истребить. А, ну, из-за того, что ни одна из сторон не хочет принимать чужие идеи, но истреблять они не планируют друг друга. Но, получается, они хотят истребить друг друга. Блин, какой... Это по факту, пока они все друг друга не перебьют. Да, война на уничтожение. Только тут не на уничтожение одного народа, а на уничтожение друг друга. До последнего. Я надеялся... Ну, я вот надеялся, что все эти рассказы про темного волшебника и тому подобное это просто приукрашивание и у этого Шмидта, Фридмана... Фридмана Шмидта, хоть какие-то более-менее нормальные планы. Хоть он, конечно, не должен был прямо излучать радость и позитив, как какой-нибудь пони из Молитл Пони, но... Ах, теперь непонятно вообще, за кого болеть. Точнее, как имеется, за кого вставать. Ну, в любом случае, если такой выбор дадут, я все-таки встану на сторону черных отступников и добьюсь их победы. Потому что, ну, как говорится, если, конечно, изменить эту идеалу по истреблению людей, а на то, чтобы, ну, просто подчинить людей, чтобы они приняли, наконец-то, жизнь и стали жить с черными отступниками один на один, без насильственного превращения их в себе подобных, то это неплохой вариант. Сэм отпустил его и поднялся, встав между мной и Том. Он умер? Ага. Сзади послышался шелест юбки. София подошла к Тому, к Тому и неодобрительно посмотрела на тело. Наконец-то, я боялась, что он выкарабкается. А мне его жалко. Без разницы, теперь он попадет в ад и поплатится за свои грехи. София, злорадствовать грех. Я знаю, но не могу себя перебороть. В учебнике сказано, что пещерные люди злорадствовали, когда видели поверженного врага. Не сравнивай меня с пещерными людьми. Они... Кстати говоря, ты еще в одних практически... Ну, почти не отличаешься. Ну, носишь одежду. Да, у тебя более хорошие средства умерщвления друг к другу, но мы все теми же и остаемся. И все вот эти вот моральные ценности, они легко отпадают, когда надо. Все их отбросят и начнут грызть друг другу глотки. Только, конечно, с такой оговорочкой, что грызть будут обычные люди, а вот небожители наши, людские небожители, разумеется, друг друга трогать не будут. Будут смотреть на этот зверинец под их ногами. Блин, да какого фига? До сих пор не понимаю. Подожди, что за фигня? Ой, ей-богу. Я смотрел на тело и не мог отвести взгляд. Смерть черного ступника вызвала неприятный холодок. Всего в метре от меня оборвалась чья-то жизнь. Что будем с ним делать? Закопаем где-нибудь ночью. Сэм задумчиво смотрел на труп. Я тут подумал. Вам не хочется его вскрыть? Вскрыть? Зачем? Он сказал, что внутри другой. Было бы... Было бы неплохо проверить. Это метафора. Это метафора. Не воспринимая его слова так буквально. Кстати говоря, его слова нельзя воспринимать буквально, потому что у него буквально другая кровь. Буквально другая кровь. И, во-первых... Во-вторых, они куда более живучие. Живучие, чем вы. Так что тут... Это очень трудно приписать к метафоре. К тому же это опасно. Вдруг там вирусы? София поежилась и отшагнула. А мне интересно. Возможно, у нас получится открыть один из секретов черных отступников. О каких секретах ты все время говоришь? Ну, мы очень мало знаем об отступниках. Внутри их тел... Их тела... Внутри их тела может прятаться какая-то тайна. Сомневаюсь. Скорее всего, ты просто фантазируешь. Давай, пожалуйста. Сэмми тоже не против. Хэм. Скрыть... Похоронить... А, ясно. Эй, стойте. Что с вами сегодня? Лен, я тебя совершенно не узнаю. Почему? Я по-особенному себя веду? Именно. Вы забыли, кто мы. Мы обычные дети из обычного города. Мы ненавидим черных отступников. Они хотят нас уничтожить. Вы хоть что-то помните из того, чему нас учили? Они отступили от церкви и начали проповедовать свои еретические мысли. Но даже это ерунда. Они не люди. Они не похожи на нас. Не обманывайтесь. А сегодня вы тащите это отродье к дому Лена, рискуя нашими жизнями. Об этом никто не должен узнать. Для всех остальных мы пытались спасти врага. И не важно, какие цели преследовали при этом. Мы дети, обычные дети. И у нас нет права самостоятельно влезать в войну. Мы мешаем армии. Возможно, настоящие солдаты смогли бы его разговаривать. Выведать что-то важное. А мы... А мы просто выслушали очередную ложь. Он прикинулся человеком или питал всякий бред. Лишь бы обмануть. Лишь бы обмануть Бога. Разумеется, никто не хочет попадать в ад. Перед смертью многие одумываются и каются в грехах. София зашмыгала носом. Мы же знаем правду. Знаем, чего они хотят. Но, по-моему, все равно... Но почему все равно верим? Но почему все равно верим? Я думала, мы мыслим одинаково. Что ты хочешь этим сказать? София побледнела. Я хочу сказать, что мы забываем о своей человечности. Да, он наш... Да, он наш враг. Но это не значит, что мы можем издеваться над трупом. Никто из нас не знает, как правильно вскрывать тела. Получается, мы просто искромсаем его ради сомнительной цели. Давайте просто похороним его ночью и забудем об этом. Лен, что ты думаешь? Я... София кивнула. Сам отвернулся, а то он выпучил на меня свои большие глаза. Так, ну, переходим. Но, честно, вскрывать тело я не буду. Не по причине того, что я хочу как-то замедлить их понимание ситуации, а просто чисто по-человечески. Ну, серьезно, вскрывать тела. Ага. Доктор Менгель. Это прямо начало доктора Менгеля и отряда 731, блин. Ага. Становиться отрядом 731 и вскрывать. Ага. Дальше перейдем к вскрытию на живую. Ага. Не, так что не. Не-не-не, похоронить. Не надо тут вообще в полную. Хотя, конечно, это не отрицает. Я думаю, 100% там куча есть паучков. И в шапочках и у черных отступников они творили кучу ужасного. Ей творили. Но мы хотя бы не будем ему подавляться. Похоронить. Разумеется. Думаю, отступника стоит похоронить. Мы уже многим рискнули, принеся его сюда. София права. Не будем уродовать друг. София с облегчением выдохнула. Наверное, ты прав. Почему-то я иногда думаю, как отступник. Это из-за переживаний. Последнее... В последнее время нам пришлось не сладко. Мы не должны остановиться черствами из-за тяжелой жизни. Нужно превозмогать себя. Она улыбнулась. Том посмотрел на мертвого отца и внезапно из его глаз покатились слезы. Это ужасно. Вот так вдруг умереть среди врагов. Может он хочет... Хотел стать человеком, но не успел? Эй, Том, все не так трагично. Наоборот, теперь у нас на одного врага меньше. Том захныкал и уткнулся в брата. Сэм приобнял его, глядя на меня из-под полуопущенных век. Мне могло показаться, но... Мой выбор ему... Ему не понравился. Это какой... Доктор Менгель. Опять-таки, доктор Менгель появился. Не, спасибо, дружище. Не, спасибо. Не будем уродовать труп. Ночью мы пересели... Перенесли тело в лес, в километре от моего дома. Вроде нас никто не видел. Могилу вырыли. Сэм и он же с моей помощью пустил в нее труп черного отступника. Могилу вырыл Сэм, и он же с моей помощью опустил в труп... Опустил в нее труп черного отступника. Мы столпились у края ямы и посмотрели вниз. Закапывать. Подожди, я принесла молитвенник. Прочитаю кое-что. Зачем? Смысла особого нет, но все равно. Он мертв, поэтому заслужил хотя бы малейшего состояния. Страдания. Совсем недавно ты говорила по-другому. Вы тоже по-другому себя вели. Сейчас это не важно. Когда-то он был таким же, как мы. Так что проявите уважение. Ну неплохо, ну прям неплохо. Она раскрыла книгу и принялась зачитывать молитву. Мы склонили голову. София оказалась непостоянной в своих убеждениях. Но все-таки я по-своему восхитился ее благородством. Она переборола неприязнь к врагу и попыталась рассмотреть в нем живое существо. Я спросил, я скосил на нее глаза. Она охмурилась, быстро читала, иногда сбиваясь, но все равно старалась подражать интонации священника. В этот момент она выглядела куда взрослее и умнее обычного. Громкий хлопок книги оповестил нас об окончании молитвы. Все, можно закапывать. Сэм потянулся к лопате. Давай теперь я. Не надо, сам справлюсь. Сэм принялся за работу. Каждый удар копьем с земли, а мешковитую, а мешковину с телом заставлял все. Внутри меня испуганно замирать. Поставим крест. Нет, иначе его... Нет, иначе его обязательно заметят. Том отошел в сторону, а потом вернулся, держа в руках небольшой крест, сделанный из двух скрещенных палочек, перевязанных между собой тонкими травинками. Такой точно никто не заметит. Это тебе не игра в похороны, Том. Ты богохульствуешь. Ничего подобного. Я не играю. Мы с Софьей с недоумением уставились с него. Том воткнул крестик в только что зарытую могилу. Сэм уложил сверху траву, и случайный прохожий никогда бы не догадался, что под полщей земли кто-то похоронил, если бы его взгляд не зацепился за крошечный самодельный крестик. Подул холодный ветер, я поежился и спрятал руки в карман. Мои пальцы нащупали хрустящую бумажку, листовка, которую мне утром дал Сэм. Я сжал ее в кулаке, и это придало уверенности. Сегодняшний день больше не волновал меня. Я мысленно устремился к завтрашнему. Я жнал, что буду делать. Я обязательно поступлю в отряд и предотвращу дальнейшие смерти. Отступники не должны существовать, но даже они заслуживают жалости. Ветер снова подул. Я навсегда останусь человеком и сделаю все, чтобы победа в этой войне досталась нам, настоящим людям. Интересная задумка. Реально, это очень хорошее новое. Я не перестаю это говорить. Реально, очень хорошая история, интересная. Ой, ладно, так давайте еще. Здравствуй, Немо. Как продвигается расследование? Пока не могу дать... Пока не могу дать вам четкого ответа. Я так и думал. Сейчас у лагеря дополнительная тренировка. Я сказал сержанту Лемон, что ты плохо себя чувствуешь. Она разрешила тебе отдохнуть. Воспользуюсь этим временем, чтобы осмотреть личные вещи каждого из членов отряда. Может, он прячет что-то важное. Я так не думаю. За дня преступления прошел год. Косменные улики тоже важны. Почему вы думаете, что кто-то из них связан с преступлением? Однажды генерал упоминал им имя Бернальда Шульца в разговоре с кем-то из них. Дальнейшее тебя не касается. Я вас понял. Молодец, Нему. Я рад, что теперь мы с полуслова понимаем друг друга. Тогда я пойду. Вагнер кивнул, и я вышел из кабинета. Не, это не было. Не, не, спасибо самостоятельно. Ну что ж, вот такие уж дела. А, ну и тут мы остановимся. И наша цель осмотреть личные вещи членов отряда. Вот такое вот задание, заданица нам выпала. Ну, ясненько. Значит и сделаем. Выполним, выполним свою работу. Работу крысы и шпиона. Блин, интересно. Вот мне больше всего интересно будет поглядеть на вещи Якова. Интересно, что же там он такое прячет. А то он такой скрытный постоянно. Ну и, кажется, мы приближаемся. Я думаю, все ближе становимся наконец-то к новому эпизоду. Это меня радует. Потому что уже, когда начнется новый эпизод, я сделаю небольшую остановочку небольшую. И выскажу чисто все свое мнение насчет ситуации, которая витала вокруг четвертого эпизода, кажется. Да, четвертый эпизод. Там пятый уже над ним работают. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки или дизлайки. Пишите комментарии. Предлагайте игры для прохождения. Например, игра, которую мы проходим. Привет, Шарлотта. Предложена одной из моих зрительниц. Ей большое спасибо. Мы наслаждаемся и проходим с ее интересом. И с визгами. Так как это хор. И не забывайте также писать в комментариях и критику. Насчет видеороликов. Что бы вы хотели, чтобы я улучшил. Ну или что вам не понравилось, чтобы сделать контент еще более приятным для вас. Заглядьте в описание. Там будет ссылочка на мой дискорд сервер и на мой рутуб канал. Это на всякий пожарный. Вдруг с ютубом что-то случится. А то не хочется с вами потерять связь. Большинство видеороликов я уже перенес. Так что большая часть контента уже в безопасности. Оставшиеся я скоро также перенесу туда. И также там есть ссылочка на дизайнера, который делал мне шапочку и логотипчик для канала. Так что если вы хотите также отправиться в путешествие по морям ютуба, то добро пожаловать к нему. Он сделает максимально приятную для вас работу. Подходящую под тематику вашего канала и ваши предпочтения. И не забывайте жать на кнопочку подписаться и на колокольчик. Такое о новых видео узнаете и пополните нашу, но большую, но все такую же крепкую семью. И с вами я конечно же не прощаюсь. Скоро увидимся товарищи.